привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить demon souls это вторая серия в первом маленько осваивались 1 был достаточно большой но это уже вернется к стандартному формату то есть 30 40 минут как получится мы сюда вернулись чтобы поднять уровень но честно говоря не вижу видим которые этим занимается поэтому я думаю она появится позже по сюжету сейчас она куда-то ушла по своим делам так что мы вернемся обратно в мир 11 они так тут классифицируется вернемся в болитарин палас то есть болитарин замок и там принципе мы в предыдущей серии добились неплохого успеха потому что было достаточно просто все несмотря на то что я говорил что эта игра сложнее чем dark souls но как-то все пока получалось сказывается школа dark souls потому что она меня достаточно сильно приучила к выживанию с помощью данной механики это вам хорошо еще сказывается то что я закончил меньше месяца назад тоже по-своему конечно то есть и отдохнуть успел и при этом не разучился играть лучше хорошо враги конечно возродились но это в принципе стандартные привычная так соусы то же самое было так ты живешь тут нет но мы открыли один из проходов вот в эту башенку при вратах дать выходить уже чего прячетесь объеденной ложки офигеть но но you can do it как видите кольцо которое мы надели достаточно сильно увеличил качество жизни если раньше была половина то теперь три четверти у нас жизни и в форме души это хорошо опасаясь засады спереди молодца прослылка я вам блин а наш рыцарь просто их выносит конечно не могу сказать что мне это не нравится по-моему это очень круто так ладно одну дверь мы открыли потом откроем вторую подожди а чем сделали как эту дверь вообще открыть по-моему второй двери где-то он там будет рычаг его дернув мы собственно и откроем вот эти вот большие врата или они сами откроются короче сейчас нам нужно подниматься обратно наверх пройти там через туманную дверь там не босс это я точно помню ухты офигеть откуда это тут чит такое вообще я не понял ребята ну как пишет опасайся использующую ну спасибо кэп откуда он взрослась я ничего не могу из этого надеть ладно потом разберемся слышу топот был какой медленный персонаж но зато сильный конечно так ребята вас тут по моему слишком много да блин ты же живой что ли еще у этой нежити даже как видите анимация та же самая dark souls перекочевала отсюда точно также медленно двигаются беспорядочно машет своим оружием только там они выглядели по-другому маленько народ просто страшно тут гиб столько этих бладстейнов живой что еще по-моему кто-то бежит а в этой части интересно можно спрыгивать с мечом на врага по-моему нельзя по-моему это появилось dark souls только ой блин чуть не упал было бы печально смотри не убился ты смотри вы живучий ты идешь за мной нет нет он от меня побежал ну ладно так бочки бочки взрывоопасные я еще боюсь к ним притрагиваться мясо взрывчатку всегда проблемы были шо блин в кондемнат что тут так ладно и мы вернулись сюда интересно то 30 ряд 5 тут ставить скотина блин он меня в прошлый раз чуть не убил в принципе он не такой сложный но блин просто расслабляешься на этих врагах достаточно простых и потом сразу он на тебя начинает наседать а он уже дерется что надо ну наконец-то я на тебя бэкстеп сделал фу более-менее half man grass это уже получше восстанавливает так тех убивать нет а них агриться на меня не агриться вроде нет поэтому давайте просто пройдем так мы входим во внутреннее уже помещение этого замка здесь один из нпс как видите он зажат внизу куча зомби ты погиб ты погиб огня спереди но я уж вижу он там швырял а тут взрывчатка давай 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 ладно да хоррена придурок так раз все нормально вроде насколько я помню тут можно было спрыгнуть но это так сложно что блин я не знаю и нужно ли нам это вообще но там у нее ништяк какой-то лежит так что по-любому нужно по-другому сюда никак не попасть это как секретка своеобразная нет не так так дружок дружок сюрприз раз ты здесь избавься от этих дредлинга дредлинга что ли какие-то кольцо вора мне оно похоже не нужно потому что я играю в этот раз за там кто-то говорит типа ты используешь такие выражения там типа танк рога там пати ты чего в world of warcraft играл уважаемые дети эти выражения появились лет за 10 до вашего обожаемого world of warcraft а ну пожалуйста хватит говорить всякое странное так кольцо вора становится трудно для врагов ну это незаметней становится ну ладно так сейчас мне придется подраться и скорее всего не скорее всего вернее вполне возможно что меня и убьют потому что ты кто-то дофигище пробах так трое в минус а с вами уже можно будет погоди какой в минус ничего стоят там еще да здесь нельзя на лету атаковать все хорошо все типа спасибо говоришь у тебя броня как у меня прям такая же мать санкс филброй спасибо за спасение моему страду я стравы из полетарии приме это как знак моей благодарности телескоп ты мы пойдем вместе с тобой у нас будет с тобой пати не-не-не ребята вы че творите то ой еще насада а блин у нас то есть кончилось а че он с ним не дерется ой там серьезный пацан я не хочу чтобы этого нпс убивали блин я своего попал я надеюсь он не обозлился сильно меня ладно разбирайтесь сами смотри он его ушатает сейчас просто да дерись ты елы-палы молодца да его определенно таким макаром разберут на запчасти все так будет драться ой чем не пугаешь так по идее он вроде как для сюжета не важен просто он и если я сейчас с кемитар хорошо если я сейчас перемещусь и секретка есть вообще такой нет если я сейчас перемещусь в nexus то он окажется там да он себя точно убьет у него вообще никакого инстинкта сам сохранение так ладно идет пока зачистка эти места я знаю как я говорил первые пару серий будут достаточно такими не слепыми как говорится у ребята блин у меня как раз руках она лежала не попал ладно пофигу блин да не лезьте туда ну там взрывчатка кругом ну ёлы-палы ну и тебя с этими не подерешься нормально я надеюсь я успел он бы сейчас точно убил себя так все ты успокоился я могу пойти теперь спокойно почистить нет комиказа ты долбанный так вам тут вроде больше ничего шарды хорошо это нам пригодится для прокачки оружия больше что-то вроде ничего да так ты где блин горюшка то мою куда-то ушел твою мать он не ищет легких путей определенно еще хапнул камиказа из-за него я торопиться начинаю и ввиду этого меня сейчас точно наверно порвут на куски ладно пока что вроде все неплохо идет все это обратно пошел ты успокоился наконец опять попрошайки блин сколько попрошает офигеть там делаешь все острова тусы тут пожалуйста не хотят никуда больше не уходи используя их магия я не буду использовать магию да чё то меня торопыжность появилась какая-то в результате так как я торопился ему помочь теперь я тороплюсь вообще нужно ой ой куда пошел а ты так теперь перелезаешь когда я играл такого не будет видим почему виде что ли сейчас придется только отбегать по новой острова то тут что ли ну ладно пока что все достаточно просто как обычно как вы видите начинается все в замке но как и в dark souls помните что там было под конец тут тут примерно та же ситуация примерно тоже разнообразие локации нас ждет так что не думайте что мы всю игру будем бегать по одному и тому же замку хотя мне замки нравятся особенно таки вот продуманные реалистичными в этих замках натурально могли жить люди потому что все натурально по уму сделано так куда-то побежал и что-то сделал вообще он оттуда мы пришли так что давайте мы туда сбегаем сейчас будет засада это я помню место так давайте ребята блин в плохом месте стоит а я видимо на скрипт на какой-то не набежал ну да скотина так ладно хорошо что-то получается опасаясь аранжированных атак ну да он там стоит дам попозже пойдем сейчас мы пока вернемся сюда где мы были маленько тут освоимся так но но дружок с новым годом живой что хорошо 2000 же я слышу латного рыцаря какого-то судя по звукам тяжелого а тихо тихо все понятно короче говоря вот отсюда мы пришли вот тут вот мы спрыгнули вниз да он оттуда сверху мы пришли все понятно тут у нас острова был тут мы убили грядлингов если бы мы пошли отсюда то мы по-другому могли туда спуститься так здесь у нас по моторгуется до мерчант привет посмотришь на мои все говорит ворованная но кому я рассказываю так травинки продаешь дубину продаешь дубина мне не нужна и длинный меч у меня есть по-моему да у меня как раз длинный меч копье копье бы мне пригодилось стоит дофигище но больше всего мне бы сейчас пригодился лук без лука я никуда так это у меня нет у меня не такая у меня получше по мране пока что ничего не буду покупать пока что у нас все а это вот против кровотечения вот это вот возможно мне а у меня одна есть ну ладно да я бред найт а депрэйв сливы и димит расстрел ясу и не угодал и дозы суде я клинт а антид это и дэй благодарит отзвенует бхал отлично диман Ты чё, говорит, уходишь? Вот как раз то, о чём я говорил, что если уходишь без надписи Лив, они могут обидеться. То есть не попрощавшись уходишь. Он сказал, короче говоря, что будь ты хоть раб, будь ты хоть гордый рыцарь, всё равно всех вас заколбасят демоны. Это, говорит, конец Балетарии. В том виде, в котором мы её знали. Если же, говорит, ты не потерял свою человечность, то тебя выследят и убьют. По крайней мере, говорит, хорошо, что демоны не заставляют нас в безумии драться друг с другом. Такой вот, в общем, циничный подонок. Ох, мне сейчас кто-то ответит за это. Опасайся опасного врага. Опасайся опасного. Это рыцарь, по-моему, он так дышит. Лук дайте, пожалуйста. Мне нужен лук. Лук очень полезный вещь. Очень часто меня выручал просто. Так, вот и ты, да? Блин, ты ещё мешаешься. Как бы мне тебя выманить-то? Я тебе щас дам лечиться казино. Травичка. Травичка. Хорошо. Так, теперь ты. Живой. Офигеть. Блин, ну так нечестно. Пойду добью. После поп-копа в живых никто не должен оставаться. Так что, как он выжил вообще с такой высоты и упал? Я бы вот, если бы упал, я бы наверняка убился бы. Молодца. Живучий. Есть что на тебе? Есть. Болт. Отлично. Пока я арбалитами не пользуюсь. Они, видишь, корявые. У них прицела нет. Так, ладно. Ладно. Тут пока тоже не босс. Не волнуйтесь. Но, тем не менее, место достаточно интересное. А так. Видите, да, кто там лежит? Что самое печальное, он там, видите, крылышко что-то вылезает из-за угла. Это тоже кто-то. С Новым Годом, ребята. Это вам подарков от меня. Они не опасны. То есть, как? Они смертельно опасны. Прекрасный вид, кто-то пишет. Я соглашусь, пожалуй. Но они лежат там в своем гнезде, никого не трогают. Тем не менее, их можно убить. И если мы их убьем, то получим вроде как очень хорошие вещи. Но это настолько сложная задача, что я не уверен, что это возможно сделать. Вот на данном уровне, допустим. Но если мы их сейчас убьем, то на следующем уровне они не будут сильно осложнять нам жизнь. Для этого как минимум нужен арбалет или лук. Не, ни того, ни другого нет. Поэтому... Ой, ребята. Добрый день. Ой, ой, ой. Это плохо. Копейщики самые опасные враги были в начале Дарк Соуса. Ой, ой, ой. Да? По крайней мере, жизни так много отнимали. Аааа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. За это ты дабстеп получил. Заслуженный. Так, хорошо. Ладно, хоть жизни не так много отнимали. Броня моя мне помогает. Если бы я играл сейчас за легкого подвижного персонажа, то... Ээээ... Я думаю, они меня с ударов двух-трех вложили бы, клали. Вложили. Так, вот сюда идти не обязательно. Это же офигеть, да? Там куча обугленных тел и куча ништяков лежит. По дому, говорит. Стоит тебе туда идти, нет? Блин, я поставлю плюс. Парень очень хорошо написал. Вот тут вроде по этой тропинке можно куда-то пробежать. Но, блин, я сейчас такого прогресса добился. По крайней мере, по первому разу это достаточно сложно. Вернее, достаточно жалко будет терять. Поэтому побежали лучше. Откроем вторые врата. И на этом серии, наверное, закончим. Посмотрим. Что пишут? Если тенденция мира белая, то что? То тут, наверное, в этом зале кто-нибудь будет? Или нет? Эта игра еще более неочевидна, чем Dark Souls во многих моментах. Именно из этих тенденций еще очень много непонятных вещей в игре. Так что, опять же, при слепом прохождении очень многое пройдет мимо. Но самые интересные вещи я постараюсь узнать. Да ты же стяк. Узнаете? Эй, подожди. Нужно было думать. Че ж он не думал-то? Где ты? Я слышу тебя. Блин, опасное место. О-о-о, тихо. Дуй. Че ж ты не дуешь? А, блин, дыхнул бы. Ну, я не знаю. Ничего с ними драться и еще... Ах. Ну давай сделай уже что-нибудь, да? Я не хочу еще из такой толпы пробегать. У меня даже лука нет, чтобы я там покорябать их маленько. Ну, давай, давай. О-о-о. Ой-ой-ой. Все хорош, хорош, хорош. Больше не нужно. Блин, это было страшно. Ну, подожди, ну. А теперь успокою его попробую, да? Да ела-пала. Все, что ли? Улетел, наконец. Так, теперь мне по-быстрому нужно пробежать. Даже, скорее всего, не собирая ничего. Ну, нафиг. Ну, давай, 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 давай. Пошел, 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 пошел. Свалитесь с дороги, Ирода. Прямо в лицо. Так, тихо, 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 ребята. Тихо, спокойно. Так, все вроде нормально, да? Уф, ладно. Ладно. Живо. Опасная игра. Так, ну тут я вроде в безопасности, да? Право. Ну, я знаю, что нам туда. Я знаю. Так, ну че, ребят? Теперь я это сделал. Ой. Блин. Блин, а сколько там всего лежит? Ладно. Не будем больно-то испытывать судьбу. Драконы ведут себя, как драконы, короче говоря. Не изменились они с Dark Souls. Ладно, дергаем рычаг. Вот такие дела. Так, все, спускаемся вниз. Это вторая башня, она очень похожа на первую. Ой, 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 ребята. Досада. Да, блин. Сокровище спереди. Блин, ну это вот настолько вот, настолько Dark Souls, насколько же Dark Souls похож на Demon's Souls. Близнецы, братья. Но при этом игра как-то воспринимается совершенно по-другому. Атмосфера здесь другая. Турпентайн. Турпентайн это... Что такое Турпентайн? По-моему, оружие свое типа смазывать. Это что такое? Расческа. А чем нам это расческа? Так, Турпентайн. Да, это делает огонь на твое оружие. Это нам неспроста дает. Закровище спереди. Сейчас, даже если мы умрем, то мы окажемся в начале уровня. Но уже в начале уровня у нас будет, собственно... Опять ты. Блин. Тихо, тихо. Я понял. Я был не прав. Ты был прав. О, подружка твоя прибежала. Короче говоря, если мы сейчас умрем, то мы окажемся в самом начале. И добежать до босса оттуда будет несложно. Это будет первый босс в игре. Он достаточно простой. Помните... В нарисованном мире в Дарк Соусе были фалангсы. То есть, такие непонятные горбуны с копьями. Они держались все вместе. У них были щиты. Вот это практически копия была этого босса. Но здесь он, конечно, немножко более замудренный. Потому что там четко у центра не было. А здесь есть. И тут вместо горбунов вот такие вот ребята. Неповоротливые, но при этом и хрен прошибешь. У них щит спереди. И достаточно больно бьют. Драться с ними вот в таких коридорчиках, это, конечно, замучаешься. Да, блин. За спину хрен зайдешь. Ну, давай, ну. Все. Не сложные. Но если их штук 10, то это уже определенного рода проблема. Особенно в узких помещениях. Так, это можешь вверх бить, нет? И особенно вот, блин, на лестнице тоже та еще проблема. Хороший парень. Душа неизвестный герой. Ну да, видимо, хороший был. Подожди, а что за бластейн? Как ты погиб тут? Все, он упал, похоже, просто. Стоит забраться к ним сзади и все. Все проблемы решены практически, считай. Но спереди, особенно если их несколько, опять мы попрошайки. Так, все, готов. До свидания. Все вроде. Отлично. Все, первый уровень у нас практически пройден полностью. Осталось убить босса. Босс у нас за этой дверью. Вот он кинул сюда копье, как видите. Так, но сначала мне хотелось бы вернуться назад. Но я, похоже, не смогу этого сделать, пока не убью босса. То есть вернуться назад, потратить свои души. Так, ладно. Подожди. Как это делать-то? Вот так. Хорошо. Ну и побежали, что с богом. Я не думаю, что это будет дико сложно, но все-таки это сложная игра. Поэтому не подумайте. Умереть тут проще простого. Вот это нам поможет. Они против огня вообще очень слабы. Да, блин. Ой-ой-ой, много, как вас... Ой-ой-ой. Нужно ждать, пока... Блин, короче, Турпентайн надо было попозже использовать. Ждать, пока отделятся от них. Они... Ой, блин. Нет, не то, не то. А, подожди, подожди. Ничего страшного, Рибер. Ничего страшного. Сейчас он... Вон, видите, вот там чипенец, допустим, один. Сейчас мы пойдем его порубаем. По одному будем их выносить. О, их сколько. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бабоньки! А, блин. Не дали. Босс несложно, если не глупить. Ну, первый босс, чего вы хотите. А там уже сфера, которую они защищают. Странно, навелось. Шо? Основная масса еще получать не начала ничего. Пока что мы только защитников убиваем. Так, как-то, блин, не с той стороны я пошел. Так, давайте, ребятки. В кучу, в кучу. Хорош. Аккуратно. А вон уже основная масса, ее уже можно лупить, но... Блин, береженого бог бережет. Спешить нам некуда, верно? Как раз до конца серии успеем его убить. А тут какое-то говно отдельно. Так, ну что, почти? Пути мы какие-то отделились, да? Да, блин. Уходим. 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 Подлечимся. Так, ладно. Неохота душу терять. Поэтому я осторожничаю. Да, бей, бей. Бей. Все, готов. Хорошо. Так, аккуратно. Жизни маловато. Может, начинать бить уже основную? Нет, пока что. Пока же все равно их достаточно до хрена, да? Не знаю даже. Нормально огребся. Что? Сделал гаду сердцу радость. Заводим. Заводим. Ай. Не кусайся. Как видите, если знать, что с ним делать, как его готовить, он практически беспомощен. Ну и если у вас, конечно, есть определенный количественный лечил, потому что без них тут никуда. Да, блин, дай. Хорошо. Хорошо. Да, блин. Фу, почти все. Что, ребят, у вас все меньше и меньше, да? Добрый день. Блин, вот ваши сообщения на полу лежат. Нешают мне? Рейтсель. Еще есть. Могу добавить. Сколько их штук пять осталось? Да, блин. Хорошо. Хорошо. Так, все, считай. Ну, до свидания. Первый демон убит. Мы воскресенье. Получайте больше душ, оставаясь в человеческой форме. Ну что ж, это было круто. Достаточно просто. Опыт, как говорится, не пропьешь. Это, наверное, самый простой босс в игре. Проще него, по-моему, есть один, вроде как, мне говорили. Но, в основном, все боссы гораздо сложнее. Но, тем не менее, это была натуральная казнь. Как видите, у нас появился второй бонфайр. То есть, это не бонфайр, а аркстоун. Ну, вы поняли, о чем я. И мы возвращаемся в Нексус. Сейчас мы будем тратить души. Мне понравилось. Так, ну, я думаю, тратить души мы уже будем в следующей серии. Сейчас посмотрим, что будет происходить. Мне как-нибудь... О, да, катсцена пошла. С возвращением, говорит. Монументал ждет наверху. Монумент. Или монументальный. Короче, кто-то нас ждет наверху. Куда я бегал в первой серии, но там было закрыто. Теперь там открыто. Он объяснит тебе, что такое Нексус. Супер. Так, ну что, давайте встанем вот в это самое красивое место. Тут вот. И, в принципе, на этом завершим эту серию. Надо сказать, серия была довольно-таки насыщенная. Я получаю большое удовольствие от этой игры. И, насколько я смотрю, людям нравится. Меня это радует. Короче говоря, увидимся завтра в следующей серии. Пойдем поговорим с этим монументалом. Что он нам скажет. Посмотрим вообще. И будем двигаться в мир 2.1. Он, по-моему, будет гораздо сложнее. Ой, 1.2. Он, по-моему, будет гораздо сложнее, чем 1.1. Но, тем не менее. Короче говоря, увидимся завтра в нем. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok